В гостях у .net ответ Алексеев Никита ответит сегодня на все ваши вопросы. Всем привет, я Никита. Итак, начнем с первого вопроса. Да, вот он набрал 70 лайков, с него и начинаем. Яна спрашивает. Привет, Никита, хочу тебе задать несколько вопросов. Первый, когда ты последний раз влюблялся, если не секрет, то в кого? Ну, влюблялся в девушку, естественно. Наверное, это было где-то лет в 17. И тут есть еще, вот я вижу, когда вы в последний раз передвигались в общественном транспорте? Да. Где-то два года назад. И про прозвище, можно здесь спрашивать? Ага, какое у тебя было здесь прозвище? Лучше из лучших, шучу. Не было прозвища на самом деле, поэтому как-то так, без прозвища началось. Ну, по имени обращались все. Или, эй, ты, как там, тебя? Вот. Привет, Никита, какие у тебя дела? Приедешь ли ты в Нальчик? Да, да, приедем, конечно. Будем обязательно когда-то с удовольствием приедем. Так, Никита, можно узнать, ты за Барселону или за Реалу Мадрид? Я за Лондонский арсенал и за Киевская Динамо. А какая твоя любимая актриса и актер? Актриса, не знаю, но я с детства люблю, всегда отвечаю. Вот одна тоже Шанинца Симон, что-то я ее полюбил. До сих пор она в моем сердце. А актеров, ну, очень много на самом деле. И не обязательно, чтобы он получал Оскара какого-то, да, для этого. Ну, тот же Ди Капри, он большой молодец. И Джонни Депп, Джош Куни, очень хороший актер. Роберт Де Ниро, мне очень нравится, как играет. И много-много Эдди Мерфи, очень смешной. И, не знаю, Джим Керри, молодец большой. В общем, большое количество актеров крутых. Любимая песня, любимый певец-певец? Ну, нельзя задавать музыканту такие вопросы, честно. Любимая песня, потому что каждый день список песен, которые ты слушаешь, пополняется. И, ну, я могу просто сказать, вот, допустим, последнюю неделю я слушаю такую команду, называется Funky Pursini. Мне очень она нравится. И всем советую послушать. Любимое блюдо? Любимое блюдо, ну, не знаю, последний раз из такого необычного я ел мясо краба. Очень вкусно, мне очень понравилось. Следующий вопрос по Канне. Если тебе понравился комментарий поклонницы, бывало ли такое, что ты посещаешь ее профи? Да, конечно, бывало очень много раз. И, к сожалению, просто очень мало времени есть для того, чтобы посидеть в соцсетях. Последнее время это время есть только для того, чтобы запостить что-нибудь, какую-то информацию. Вот, поэтому, конечно, я очень благодарен и большое спасибо, что вам интересно мое творчество. И я всегда с вами душой и сердцем. А вопрос от Юлии Первого. Никита, как же там кошка твоя поживает? С кем она остается, когда ты уезжаешь? С моей любимой мамой, естественно. Она у нее живет, поэтому ей скучать не приходится. Вот. Я тоже за ней очень скучаю. Я давно очень не видел ни кошку, ни маму. Вот. Надеюсь, скоро встретимся. Песня Ома. С чем она ассоциируется у тебя? Может, есть какие-нибудь воспоминания или моменты, подходящие по смыслу этой песни? Вот я когда пою Ому, я вспоминаю дворик, вот детскую площадку, где я вырос. Ну, честно скажу, сейчас даже современные дети могут позавидовать той детской площадке, которая у меня была. У нас была очень большая высокая горка двухъярусная. Она до сих пор есть, кстати, на том месте. И она была высокая, все с нее прыгали, не только катались. Была очень большая карусель, где мы все играли в кача... в догонялки. Точнее, так называть будем. И это было очень опасно, потому что карусель крутилась, и мы еще все между ней бегали. Вот. И у нас был огромный корабль с такой высоткой вышел. То есть, на самом деле, это очень опасная такая детская площадка. Но наше поколение очень ее любило. И вот когда я пою Ому, Ома, я вот всегда вспоминаю и даже в каком-то смысле возвращаюсь вот в то детское время. Следующий вопрос от Анастасии Никиты. Я скоро пою песню в школе, но очень боюсь выходить на социум. А посоветуй что-нибудь, чтобы преодолеть страх. Песня «Все успеть». О, песня «Все успеть». Класс. Мне приятно. Спасибо за выбор такой композиции. Ну что, только никому не говори, что я тебе это советовал. Но можешь приходить и представлять всех в женском белье. Это правда очень помогает. Я сам так делал в школьные годы. Так, вопрос от Катюхи. Привет. Как дела? Когда будет у тебя концерт в Харькове? Желаю удачи на концертах. Хочу на фонд встречу. В Харькове пока не знаю, когда будет концерт. Но могу сказать, что мне прошлое очень понравилось. Очень крутая публика. Я уверен, что эта встреча повторится. Пока не могу назвать точные даты. И, собственно говоря, вот так. Юля спрашивает, планируешь ли ты закрывать личные сообщения? Все, все, все. Да нет, зачем? Не планирую, в принципе. Я их не так часто читаю, чтобы их закрывать. Пишет Юлия, Никита, всех благ тебе. Если бы у тебя была возможность проехать в какой-нибудь город или страну, в отель 5 звезд, и все включено. Любым местная программа развлечений, и при этом все абсолютно бесплатно. То в какой бы город или страну-то отправились? Честно, я вот когда думаю про отдых, то мне почему-то представляется какой-то безгодный остров. Где можно так засесть на недельку и покупаться в океане. Вот, даже половить рыбу, хотя я это никогда не любил, но почему-то хочется мне вот куда-то туда, где я сам себе буду готовить, наверное, даже. Вот, чтобы... Ну, такое самообслуживание, но оно душевное, приятное. И не обязательно самому, конечно, туда лететь или плыть, не знаю. Но вот, не отель пока. И тоже второй вопрос. Как прошло твое сегодняшнее утро и как настроение? Настроение, как всегда, великолепное. Утро было ранним. Я встал в непривычный для себя 6.30, вот, потому что нужно было на утренний радиоэфир. Эфир был очень крутой, спасибо ребятам ММСИ, которые работают на нашем радио Украина. Мне все понравилось, были крутые и позитивные ребята. Следующий вопрос от Юлии. Никита, раскрою хоть немного тайны клипа «Снопоскулки». Вы же очень заинтриговали себя двоим отрывками из клипа. Мы в этом клипе затронули очень серьезную проблему. Я могу смело говорить, что раньше, ну, не то чтобы раньше, но, во всяком случае, я такого не видел. И мне кажется, что очень редко не только в популярной музыке, но и в шоу-бизнесе в общем говорят об этой проблеме. Вот, поэтому мне кажется, что эта работа может стать актуальной для многих зрителей, интересной. Сюжетная линия, как всегда, на высоте. И мне было очень приятно и комфортно работать со всей съемочной группой. Очень крутой, позитивный оператор. Вот, Стасия Смиричевская, это мой партнер по актерской игре в этом клипе. Вот, она тоже сыграла вторую главную роль. Замечательная девочка, ей большое спасибо, нам было очень интересно играть. И, конечно же, Алан, маэстро, большое тебе спасибо за то, что у меня есть возможность развиваться, учиться. И, ну, я сам уже очень, что этот клип, правда. Поэтому совсем скоро мы все его увидим. Следующие несколько вопросов от Ирины. С большим удовольствием слушаем твои песни «Дочурка». Она из вас всех знает. Несколько вопросов. Тяжело ли тебе с гастролями? Ну, нет, привык. Мне даже нравится. Даже нравится. Удивительно для артиста. Вот, очень нравится, я это хотел сказать. И единственная проблема, которая у меня раньше была, это вот жуткая фобия полетов. Но сейчас я уже вышел на новый уровень. Я могу теперь спать в самолете. Раньше я даже боялся о таком подумать, потому что я должен был все контролировать, если что, чем-то помочь. Вот, сейчас этой проблемы нет. И, соответственно, одно удовольствие приезжать в города, в разные страны и петь для людей. И мне хочется, чтобы этого было все больше и больше и больше. В каком кругу ты бы отметил свой день рождения? Ну, вот этот день рождения, я думаю, будет самым крутым и запоминающимся в моей жизни. Потому что мы готовим очень большой сольный концерт, который произойдет в моем родном городе Киеве. И туда я приглашу всех своих друзей, свою любимую семью, своего педагога по вокалу, первую учительницу. И, конечно же, я приглашаю вас, дорогие слушатели. Мы хотим, я хочу, вот, лично поблагодарить всех людей, которые внесли что-то в мою жизнь, которые сделали что-то для моего развития. Это будет очень крутое световое шоу. Вообще, дирекция клуба, можно говорить, как клуб называется, да? Клуба Белитаж была немного потрясена, когда узнала, какое количество световой аппаратуры будет задействовано в этом концерте. И нам, скажу честно, даже пришлось дозаказать два генератора, потому что не хватило вот всех мощностей электросетей самого клуба. И вот режиссер-постановщик Олег Баднарчук, мой креативный продюсер, соответственно, уже месяц прописывает световые партитуры. И вот когда он мне показал пример, как это все будет, референс, ну, честно, я чуть не расплакался. Я был настолько потрясен, что вот это, я не мог поверить, что это происходит со мной, что такое крутое шоу будет вот у меня в 23 года. И, конечно, огромное спасибо всей команде. Вот. Я даже специальный номер готовлю танцевальный, хотя это для меня ново. И, ну, честно, немного переживаю за это. Я каждый день хожу на танцы сейчас и пытаюсь немного освоиться в этом направлении. Ну, возможно, получается, пока не знаю, вам судить на концерте тем, кто придет. Вот. Огромное количество музыкантов, большой оркестр и под руководством моего музыкального продюсера Руслана Квинта. И, что сказать, те, кто придет на этот концерт, они, ну, по сути, получат уникальную возможность услышать абсолютно все песни из моего первого дебютного альбома, релиз которого планируется только на осень. И, я думаю, будет мега круто. Немного переживаю, но очень жду этого события.